всем привет меня зовут аня и вы находитесь моем канале посвященном вязанию мне наконец-то дошла моя посылка с пряжей всю пряжу я заказывала под определенные проекты и сегодня хочу показать вам какую пряжу я заказала и что я планирую из нее вязать и если вам интересно видео такого формата продолжайте смотреть дальше итак начну наверное я вот с этой пряжи это ализабелла всеми знакомая я думаю все ее знают здесь 180 метров 50 граммах это такое это такая секционная окрашенная пряжа цвет если кому интересно 3675 я покупал уже пряжу такого цвета где-то наверное года два назад была у меня упаковка 5 мотков и я вязала платье миссони для дочки старшей вот ушло у меня на то платье 4 мотка и один моток остался вот он у меня уже два года лежит я не могу найти ему применение поэтому я решила заказать два моточка и связать для дочки такую кофточку с коротким рукавом даже может быть назвать правильно будет футболка для того чтобы ходить в школу мне кажется цвета такие для школы подойдут футболку буду вязать регланом сверху а как буду обрабатывать горловину еще пока что не решила но рукавчики у меня будут сделаны фонариком и скорее всего там будет какой-нибудь узорчик может быть сетка ну что-нибудь подумаю а вся сама основная часть футболки будет связана лицевой гладью дальше наверное пойдем также по хлопку заказала попробовать вот такую пряжу органик baby cotton отказал первый раз буду пробовать здесь состав стопроцентный органический хлопок и здесь 115 метров 50 граммах цвет наверно вот этот 423 такой красивый небесный голубой цвет таких у меня голубых три моточка и один вот такой белый даже больше наверно молочный что ли цвет если кому интересно 415 из этой пряжи планирую связать футболку полу для сына основной цвет будет вот этот голубой вот этим цветом я буду делать отделку и может быть пущу полосочки планирую вязать реглан погон погон буду делать резинкой если помните такая резинка идет в свитере авантюра и потом по резинке уже по готовому полотну вышью полоски вот таким белым цветом по рукаву вот и может быть делаю кармашек но это еще пока не точно буду думать во всяком случае потом вы это увидите либо в процессах либо уже в готовых работах очень хочется мне этим летом конечно связать пола давайте наверное закончим с вами с хлопковой и полухлопковой так скажем пряжей последние пряжи с таким составом это alize cotton gold всеми известная здесь 330 метров на 100 грамм и цвет это 279 такой синий цвет я не знаю как его правильно назвать но в общем неплохой такой цвет долго я очень не могла определиться какой синий заказать потому что в линейке alize очень много синих оттенков и по монитору конечно непонятно какой он будет на самом деле заказал я эту пряжу для того чтобы связать школьное платье для дочки у меня таких 3 матка я уже не буду их все доставать они потому что достаточно большие почему отдала предпочтение этой пряжи они взяла например джинс либо газал baby cotton потому что здесь все-таки 100 грамм газал и гернар там по 50 грамма точки и все таки в платье будет достаточно много узелков поэтому взяла попробовать вот эту пряжу я с ней не очень знакома как-то я избегала покупку именно которому голду потому что еще когда только я начинала вязать я купила эту пряжу для того чтобы связать шапку для дочки это полная 1 года 4 может быть и 5 назад и я связала есть шапку поперечным вязанием платочной вязкой я думаю всем знакомы тоже эти шапки там где вывязываются такие клинья потом все это сшивается получается такая шапка бени вот естественно шапку меня растянулась сейчас я конечно понимаю то что был плохой задумка вязать из этой пряжи такого рода шапку потому что она форму это пряжа держит не очень хорошо тем более платочную вязку которая имеет свойство растягиваться вот в общем шапка получилось неудачно она вся растянулась в ширину вот и как-то я больше не покупал эту пряжу но вот на платье решил попробовать думаю то что будет неплохо платье буду вязать регланом сверху скорее всего будет у меня горловина обработанную ложной кетлевкой пока что я еще не решила будет короткий либо длинный рукав это я буду думать уже в процессе вязания но также буду показывать вам что у меня получается вот уже в ближайшее время буду начинать потому что уже середина лета и школа не за горами напоследок покажу вам мериносовую пряжу уже более теплую для более теплых вещей это вот такая пряжа называется она ультра здесь 470 метров 100 граммах здесь 50 процентов мериносы и 50 процентов акрила меринос здесь как мне кажется вспушенный ли спушеный я не знаю как правильно назвать но вот видите он такой мохнатенький пряжа похожа на ту из которой я вязала себе свитер авантюра там тоже был вспушенный или вспушенный меринос в общем также вот он похоже выглядел я думаю вам видно цвет не знаю правильно вам передается или нет это такой джинс вот в этой бобинке у меня 300 грамм такую пряжу я заказала в двух оттенках еще у меня есть вот такой вот желтый наверное не знаю как правильно его назвать на сайте он назывался желтый но он такой припыленный красивый желтый цвет может быть как куркума не знаю мне кажется будет очень неплохо сочетаться между собой два этих оттенка давайте покажу здесь вот на бобинке написано как правильно называется и вот производитель не умилл пока что мне очень нравится данная пряжа такая она очень приятная чем-то напоминает мне drops air из этой пряжи я планирую вязать для своего сына парку по описанию ксении маликовой давно уже я купила описание этой парке и была в поисках пряжи и вот на сайте вывесили вот такую вот позицию и как раз я заказывала вот эту вот хлопковую пряжу и заказала вот эту пряжу для того чтобы связать парку вот этим цветом у меня будет связан вверх капюшон и часть рекламной линии и потом я буду плавно переходить вот на этот вот джинсовый цвет и отделку сделаю вот этим вот цветом мне кажется получится интересно думала я снимать мастер класс и по каким-нибудь из этих изделий но например по платью мне бы хотелось снять мастер класс но пряжа достаточно темные и мастер-класс будет не очень качественный то есть из темной пряжи мне бы не хотелось снимать мастер-класс подумаю может быть сниму мастер-класс по какой-нибудь из футболок но футболок пола мастер-классов уже мне кажется предостаточно а вот из-за белым футболка будет достаточно простой в общем пока что я в раздумьях думаю пишите в комментариях какие мастер-классы вы бы хотели видеть на моем канале в ближайшем времени буду делать еще один заказ хочу заказать пряжу для того чтобы связать школьную кофту либо жакет не знаю как правильно назвать подобию буду вязать кофты как я вязала для дочки и снимал по ней мастер-класс где-нибудь ссылочку оставлю если не видите ли то проходите смотрите но там была кофта с валаном дочки в школу я скорее всего валан вывязывать не буду пущу либо какой-нибудь узор по переду либо просто свяжу лицевой клади но будет по такому принципу то есть горловина будет обработана полой резинкой и планочки полой резинкой и приванс в этот заказ я не заказал пряжу потому что подходящий не было я промониторила сайты и пока что предпочтение я отдала полу мериносу фолк фолка или фолька все по-разному называют его почему по одной простой причине то что школьную форму я достаточно часто стираю и удобнее это делать в машинке вот и поэтому меринос я боюсь то что часто машинную стирку будет плохо переносить а руками стирать не очень удобно потому что нужно постирать и чтобы на следующий день ребенок пошел в этом одежде в школу в общем я определилась составом то что это будет меринос с добавлением акрила там в этой нитке не вспушенный меринос как вот в этой вот который вам показала ультре там обычный меринос метраж там идет на разных сайтах пишет по-разному кто-то пишет полторы тысячи метров на 100 грамм кто-то 1400 метров на 100 грамм ну я думаю не столь важно вот пока что я в поиске подходящего мне цвета и хотелось бы чтобы была услуга смотки пряжи либо смотки в моточке потому что пока что у меня нет моталки и мотать вручную мне бы не хотелось если вы вяжете своим детям школьную форму то напишите мне также в комментариях из какой пряжи вы вяжете как она у вас носится ну а на этом я наверное буду заканчивать сегодняшнее видео это были все мои покупки и планы на ближайшее время если вам понравилось это видео то ставьте лайки пишите комментарии если вы впервые на моем канале и вам тут понравилось то обязательно подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео а на сегодня я буду с вами прощаться желаю вам ровных петелек и до скорых встреч пока пока